МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Время новостей на муниципальном телеканале. В студии работает Ирина Панфилова. Здравствуйте. Коротко о главных темах сегодняшнего выпуска. Северный Казахстан посетила делегации из Кургана. На встрече обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества. Итог – около 20 новых меморандумов. Дополнительные возможности для развития сельского хозяйства. С 1 июня в регионе начнется аукцион по продаже свободных земель. Приобрести пашни аграрии смогут за половину их стоимости. Ночного вора задержали в Петропавловске. На что охотился злоумышленник, смотрите в нашем выпуске. А теперь обо всем по порядку. Двустороннее сотрудничество. Северный Казахстан с деловым визитом посетила делегации из Курганской области. Официальную встречу представителей приграничных регионов двух стран провели Акимобласти Ерик Султанов и губернатор приграничного региона Алексей Кокорин. За столом переговоров они обсудили новые перспективы развития взаимовыгодных отношений. Кристина Горбаченко продолжит тему. В северказахстанце и курганце встречаются ежегодно. Такие переговоры – возможность скорректировать планы, обсудить сферы, в которых намерены поработать. Приветствую российских коллег, Аким нашей области отметил. Эта встреча – очередной этап реализации договоренностей, подписанных президентами Назарбаевым и Путиным. А для их осуществления у обеих сторон есть возможности и потенциал. Сегодня наша область сотрудничает более чем с 80 странами. Но на протяжении многих лет главным торгово-экономическим партнером является Российская Федерация. Доля России в нешторговом обороте области составляет более 80%. Наши заводы успешно работают с курганскими компаниями по экспорту своей продукции и импорту сырья и материалов. Губернатор Курганской области поблагодарил североказахстанцев за прием. По словам Алексея Кокорина, из-за сложной экономической ситуации во всем мире нам нужны эффективные механизмы и новые сферы для сотрудничества. Кроме того, укреплению партнерства способствуют и вразийский экономический и таможенный союзы. Наши регионы, обладая значительным потенциалом для сотрудничества в сфере производственной кооперации, высоких технологий, могут использовать их в качестве точек роста для углубления связи. В ходе визита нам предстоит провести ряд встреч, обсудить проблемы по широкому кругу вопросов. За Макима области Мухтар Манкейв рассказал гостям об инвестиционной привлекательности нашего региона и о преференциях для зарубежных бизнесменов. Также говорил о новых бизнес-инициативах, озвученных 2 марта на встрече с курганскими предпринимателями. Это строительство в Петропавловске завода по выпуску дорожной техники и торгового дома. В свою очередь, североказахстанские бизнесмены готовы экспортировать на российский рынок товары местного производства. В рамках визита в Тюменьскую область мы договорились с губернатором области господином Якушевым Владимиром Владимировичем о проведении однодневной ярмарки нашей продукции в одном из центральных торговых центров города Тюмени. И здесь мы хотели бы попросить и вас, уважаемый Алексей Геннадьевич, поддержать данную инициативу и провести однодневную ярмарку казахстанской продукции в городе Курган. Также на встрече выступили бизнесмены, у которых уже есть опыт партнерства. Петропавловский завод многопрофильного оборудования несколько лет поставляет курганцам свою продукцию. В 2013 году началось сотрудничество с предприятиями Курганской области, в частности ООО «Шталь» и Курганский авторемонтный завод. Только за январь и февраль месяцы 2016 года уже оформлен договора с предприятиями Курганской области более на 7 миллионов рублей. А медики из приграничного региона приглашают североказахстанских коллег на обучение. Они готовы делиться опытом в травматологии и ортопедии на базе российского научного центра имени академика Элизарова. В центре Элизарова находится самый большой в мире центр по лечению остеомелита. Это воспаление костей. Это центр на 135 коек и самый большой опыт в мире по лечению остеомелита более 9 тысяч пациентов. В медцентре лечения проходят 22 североказахстанца, а в год помощь российских врачей получают около 500 наших земляков. Летом в Кургане пройдут Элизаровские чтения. На них уже пригласили медиков из нашей области. Свои договоренности курганцы и североказахстанцы закрепили в меморандумах. Первый протокол подписали Ерик Султанов и Алексей Кокорин. Официальными партнерами сегодня стали Аграрии, Курганская сельскохозяйственная академия, управление сельского хозяйства нашей области и ветеринары. Самое большое количество договоров подписано в отрасли предпринимательства и туризма. Наши партнеры заинтересованы в нашей сельскохозяйственной продукции, в том числе и в молочной продукции, в мясной. Несколько лет назад открыли тоже такое направление, очень популярное сейчас у наших туристов. Это Казахстан, в первую очередь в озере Боровое и Астана. Кроме того, нас очень заинтересовало предложение, которое сейчас ваши турфирмы готовят. Это туры на Экспо-2017. У нас тоже об этом очень хорошо уже знают туристы и очень хотят воспользоваться такими турами. Два соглашения заключили курганские и североказахстанские медики. По итогам встречи глава нашего региона и губернатор Курганской области провели пресс-конференцию, на которой рассказали, как в ближайшее время планируют реализовывать политику президентов двух государств. Мы сегодня с Алексеем Геннадьевичем на короткой еще встрече проговорили экспорт мяса Курганской области. Эта работа началась в четвертом квартале прошлого года и успешно проводилась. И мы намерены эту работу продолжить. Алексей Геннадьевич сказал, что есть несколько крупных мясоперерабатывающих предприятий в Кургане и Курганской области, на которые мы могли поставлять свое сырье. Это, наверное, самый насыщенный визит за последнее время со стороны правительства Курганской области, где подписано такое большое количество соглашений. Сейчас вот мы уже Геннадьевичем обговорили, нужно только надлежащий контроль, чтобы все эти соглашения не остались просто письменно подписаны в соглашениях, а нашли реализацию. Главы регионов отметили, если все договоренности удастся реализовать, то это будет выгодно не только для обеих областей, но и стран. Кристина Горбаченко, Владимир Боровков, Тимур Ахматуллин. Новости МТРК. В рамках визита к Курганской делегации в нашу область гости посетили промышленные предприятия в числе самых успешных производств области – Зенчинга и Капы, ЗТМ, Мунаймаш и Петромали Компани. Репортаж наших корреспондентов. На заводе Мунаймаш гостям показали ассортимент выпускаемой продукции. Уже 10 лет здесь успешно внедряют инновационные проекты по производству нефтегазового оборудования. А в ближайшее время планируют выпускать технику для сервисного обслуживания скважин. Шеврон – один из крупных нефтедобытчиков. Они с нами, с ними пытаются решить где-то на 40 миллионов долларов контракт. И тогда они готовы сюда войти в этот контракт на 4 года по 10 миллионов ежегодно. Сейчас на стадии переговоров. Если они решатся этим контрактом, то мы начнем изготавливать здесь. Предприятие успешно развивается, выпуская конкурентоспособную продукцию. Годовые доходы достигают 3 миллиардов тенге. Экспортируют нефтегазовое оборудование в Тюменскую и Пермскую области России. В среднем в месяц от заказов получают до 10 миллионов тенге. А вот ТО «Петромали компани» работает в Северном Казахстане чуть больше полугода. На элеваторе сушат и хранят зерном. Производят муку. Мощность завода порядка 75 тонн. География реализации расширяется с каждым годом. В этот список хотят добавить и соседнюю Россию. Поставляем муку в такие страны, как Афганистан, Киргизия. По Казахстану работаем тоже. Тарас, Алмазан. Муку производим первого высшего сорта. Фасовка 50 килограмм, 25. В дальнейшем у нас линия фасовки будет стоять 1-2 килограмма. Делегатов знакомят с производственным процессом. Здесь установлено новое турецкое оборудование. Оно позволяет делать качественный конкурентоспособный продукт. Кстати, именно в Кургане в прошлом году ТО закупало зерно для мельничного комплекса. В планах на будущее расширяться. Предпринимателям государство оказывает большую поддержку, как финансовую, так и консультационную, отмечает глава области Ерик Султанов. Он заявится и будет доведителем у нас карты реализации. Оттуда он получит все преференции. Преференции, в целом, мы очень много проводим еще получающих семинаров. Губернатор Курганской области Алексей Кокорин ознакомился и с работой молочного завода командитного товарищества «Зенченко и КАМ». В смену здесь перерабатывают до 50 тонн сырья, а изготавливают на заводе более 20 видов молочной продукции. На отечественном рынке потребителей она востребована. Только в Астану ежедневно отправляют до 30 тонн товара. Готовы сотрудничать и с россиянами. В свою очередь курганцы видят потенциал для развития товарного и культурного обмена с североказахстанцами. Очень приятно, что мы говорим на одном деловом языке с партнерами из североказахстанской области. Почему? Потому что цель визита и взаимодействия – это не подписание договоров. Это на самом деле усиление нашего и товарного обмена, и культурного обмена. Курганской области есть что предложить североказахстанской области и Казахстану, а североказахстанской области есть что предложить Курганской области и России. И вот это взаимодействие должно быть взаимовыгодным. А на территории Петропавловского завода тяжелого машиностроения небольшая выставка. Помимо изделий для нефтяной отрасли, здесь производят оборудование для железнодорожников. Продукцию под маркой ПЗТМ хорошо знают не только на территории нашего государства, но и в соседней России, рассказывает генеральный директор завода Куаныш Бешимов. В прошлом году объем производства здесь составил 4,8 миллиардов тенге. Посетили россияне и областной историко-краевический музей. В завершении встречи Алексей Кокорин оставил пожелания в книге почетных гостей. Ксения Куценко, Гульнара Калет, Тимур Рахматуллин, Владимир Боровков. Новости МТРК. Продолжение выпуска новостей сразу после рекламы. Оставайтесь с нами. Мечтаете о новой квартире в современном 16-этажном доме жилого комплекса Кызыл-Жар? Компания «Казградстрой» объявляет о возможности приобретения квартиры в рассрочку. До конца строительства минимальная цена на начальных этапах. Отличное местоположение, развитая инфраструктура, благоустроенная территория. А главное – самый большой подземный паркинг в нашем городе. Построй свою квартиру вместе с нами. Подробности по телефону 50 08 07. Продолжаем выпуск. Троих госслужащих региона привлекли к дисциплинарной ответственности с начала года. Об этом говорили на очередном заседании Совета по этике. Всего здесь рассмотрели 4 вопроса, а по каждому вынесли рекомендации. Подробности в нашем следующем материале. Первым на заседании заслушивают доклад руководителя областного управления земельной инспекции. Мирам Мендебаев рассказывает, какая работа ведется по профилактике коррупции в его ведомстве. Оформили стенды, проводят круглые столы, читают лекции. Члены Совета просят от Мендебаева конкретных примеров. В частности, интересуются, как рассматривают обращения граждан и какие проводят проверки. В областном центре здесь в городе Тропавловске 96 проверки проверки по обращению к моделям земельных отношений, по жалобам граждан. Есть спорные вопросы, которые мы пишем в ответ, что спорные вопросы между дюймами и сми, раз в суде порядка разрешается. Немало было претензий к представителям областного департамента госимущества и приватизации. Начиная с переноса даты торгов до фактов, когда одни и те же покупатели выигрывали электронные аукционы несколько раз подряд. Есть определенное количество людей, которые всегда выигрывают, у которых никогда не бывает технического сбоя. А есть человек, который готов заплатить больше денег, выкупить, и государство получило на 9 миллионов больше, у него три раза технический сбой. Вы хотите сказать, что у вас нету коррупционных рисков, и это все было в рамках законодательства? По словам исполняющей обязанности руководителя департамента Татьяны Филипповой, торги проводились по закону. Тем не менее, рассмотреть работу ведомства члены совета решили через несколько месяцев. Уже подробно. Выступил на заседании руководитель управления контроля в сфере госслужбы Дулат Тайшабай. С начала года специалисты рассмотрели 17 обращений. В итоге к дисциплинарной ответственности привлекли троих госслужащих. Нередко поступают в управление и обращения от анонимов. Такие заявки не рассматриваются, говорит Дулат Тайшабай. В завершении встречи члены совета по этике утвердили годовой график выездных приемов граждан. Ирина Панфилова, Дмитрий Желтышев, Новости МТРК. Что будет, если не платить налоги за земли из сельхозназначения, и можно ли купить участки под пашней на аукционе? Об этом нашей съемочной группе рассказали в областном управлении земельных отношений. Репортаж Александры Солминоя. Около 10 миллионов гектаров – такова общая площадь всех земель нашего региона. Почти половина из них – пашни. Кстати, в сравнении с прошлым годом территория их увеличилась на 18 тысяч, рассказывают в областном управлении земельных отношений. Сельским хозяйством в Северном Казахстане занимаются больше 680 предприятий. В их распоряжении свыше 5,5 миллионов гектаров. Здесь отмечают – не все аграрии в полной мере выполняют свои обязательства. Неправильно используют земли, не платят дивиденды, налоги и зарплату. У таких участки приходится изымать. Допустим, компания «Бога» имеет у нас почти 885 тысяч гектаров общей земли, в том числе пашни – 248 тысяч гектаров. На сегодня возвращено 101 тысяча 923 гектара. По данной компании в судах находится 152 тысяча 650 гектаров. Эти судебные процессы продолжаются, особенно сейчас ведут возврат поевых земель. Есть еще один недобросовестный агропользователь, говорят земельщики. Это компания «Трансавто». У него больше 208 тысяч гектаров, почти 15 тысяч уже вернули в госсобственность. Но процесс еще идет в суде на рассмотрение 7 исков. Эти земли должны войти в оборот к посевной компании. Запас свободных сельхозугодий теперь превышает полмиллиона гектаров. Совсем скоро их можно будет не только взять в аренду, но и выкупить на аукционе, рассказывают в управлении. Это, кстати, реализация 35-го шага плана нации. С 1 июля пойдет приватизация земельно-сельскохозяйственного назначения. Стоимостью 50% от кадастровой оценки. Это любой нас может. И при этом характерная особенность – рассрочка на 10 лет. В первую очередь, конечно, имеют право те землепользователи, которые находятся на этой земле, на конкретном участке будут. Если, конечно, будут отказываться, будут другие выкупать. С 2005 года в частную собственность передали 28 участков площадью 6 тысяч гектаров. Стоят они почти 92,5 миллиона тенге. Кстати, в прошлом году правительство ужесточило меры по отношению к тем, кто не использует земли. Такие аграрии должны платить налог в десятикратном размере. В 2015-м за счет налогов аренды и выкупа земли в бюджет поступило свыше 2,116 миллионов тенге. С начала этого года, благодаря возмещению потерь сельхозпроизводства, государственная казна уже пополнилась на 172 миллиона. Александра Салминар, Манджа Мангузов, Новости МТРК. Инструменты, видеорегистраторы и аккумуляторы не нашли в своих автомобилях несколько жителей областного центра. На днях их машины обокрали. По горячим следам сотрудники 2-го отдела полиции задержали 25-летнего Петропавловца. Его подозревают в серии «Краш». Подробности в сюжете, подготовленном при содействии пресс-службы областного ДВД. Оставляли машины во дворе и спали спокойно. А в это время в ночной дозор отправлялся молодой рецидивист, любитель автомагнитола сигнализации. Орудовал житель рабочего поселка не в своем районе, а в центре Петропавловска. Здесь и машин побольше, и контингент посолидней. Им резговал ничем, брал из салона все, что мог унести, говорят полицейские. С добычей, которая и стала неопровержимой уликой, его задержали стражи порядка. За совершение вышеуказанных преступлений был задержан 25-летний житель города Петропавловска, ранее судимый, за аналогичные преступления, то есть по статье 188, часть 2 УК. Охотился подозреваемый с часа ночи до пяти утра. В салоны автомобилей проникал просто. Тихо взламывал замок, брал все ценные, вызвал такси и возвращался домой. На допросе он пояснил, краденое хотел продать, а деньги потратить на личные нужды. По данному факту возбуждено уголовное дело, предусмотрено статьей 188, часть 2, пункт 2, санкция которой предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет. Полицейские напоминают, чтобы не попасть под прицел воров, автомобили нужно оставлять в гараже или на охраняемых стоянках. А если паркуетесь во дворе, то старайтесь оставить машину в обзоре камер видеонаблюдения ближайших магазинов или организаций. Алена Подласова присодействует пресс-службы областного департамента внутренних дел. И мы переходим к другим темам нашего выпуска. С этого года в Казахстане изменился порядок установления мемориальных досок. Теперь его необходимо согласовывать выполномоченных органов вплоть до размера изделия и материала. Сегодня об этом говорили на семинаре «Национальный облик региона. Отражение достижений независимости». Тему продолжит Гульнар Акали. Вопросы на семинаре обсуждали актуальные. Участников встречи волнует национальный облик нашего региона. Говорили здесь и о возвращении исторических названий районам и улицам. Все они связаны с именами известных личностей страны. За годы независимости в Северном Казахстане 11 из 13 районов переименовали. 25 населенным пунктам вернули исконно казахские названия. Коснулись изменения 57 улиц Петропавловска. В начале 20 века переселенческая политика, когда была активизирована. Затем советская политика в годы освоения Целины. Многие населенные казахские земли, населенные пункты были переименованы. И мы с обретением независимости провели аномастическая комиссия областная. Используя архивные документы, смогли восстановить названия улиц города Петропавловска, населенных пунктов области и, конечно же, переименование районов наших. Большое внимание в области уделяется состоянию памятников истории и культуры. В регионе их 599. На их реконструкцию и содержание выделяются средства из казны. Также с этого года в Казахстане изменился порядок установления мемориальных досок. Теперь все вопросы, связанные с их оформлением, вплоть до размера материала изделия, необходимо согласовывать в уполномоченных органах. Узаконенное на что должно изготавливаться, например, это либо мрамор, либо гранит. Размер не должен превышать 50 на 80 сантиметров. И устанавливается она не ниже двух метров, на высоте не ниже двух метров. На особом контроле и визуальная реклама. Специалисты Управления развития языков ведут мониторинг за оформлением вывесок на магазинах и предприятиях области. Они обязательно должны быть на двух языках – государственном и русском. Гульнара Кали, Арман Джамангузов, Новости МТРК. Второй городской фестиваль детского и юношеского хорового творчества прошел в Петропавловске. В нем участвовали 17 коллективов – это воспитанники детских садов и ученики городских школ. На концерте «Больших талантов» побывала Алена Подласова. Это ребята из детского сада «Снежинка». Они открывают фестиваль. Выступать первыми непросто. Ребята волнуются. Ведь нужно показать жюри все свои умения. Мы пели песню «Мир похож на цветной лук». Нам эта песня очень понравилась. Еще мы поем песенку про маму и про бабушку. Ансамбль «Литл Старс» отвечает своему названию. И в коллективе действительно маленькие звездочки. Им всего по 4 года. Поют они не только на казахском и русском, но еще и на английском языке. Воспитанники детского сада «Акбата» решили участвовать в конкурсе все вместе. Пение для них – самое любимое занятие. А песню выбрали про маму. Мы со своими воспитателями репетировали. Мы сегодня в конкурсе победим. Всего же в конкурсе принимают участие около 100 детей из 17 детских садов и школ областного центра. Кстати, проводят фестиваль во второй раз. Название ему – «Если же Гасанда». Если поэтически, то можно перевести «Поет при решении». Дело в том, что наш край очень богат песнями, наш край очень богат прекрасными голосами. И поэтому в воспитании детских коллективов, конечно, это очень важно. Победители и притёров фестиваля наградят памятными дипломами. Алена Подласова, Дмитрий Жёлтышев, Новости МТРК. Это была последняя новость выпуска. На этом я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и спасибо за внимание. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok